как законно самостоятельно и дешево погасить долг перед судебными приставами шаг 1 получите требования судебного пристава по погашению некоего долга шаг 2 внимательно изучите что написано в требовании пристава нас интересует расчетный счет он состоит из 20 знаков нас интересуют числа номер 6 номер 7 и номер 8 это код валюты расчетного счета указывает вид денег которыми оперируют пример расчетного счета случайный окв общий классификатор валют он международный цбрф и рад бы на него накласть да международное сообщество не дает экскурс в историю за полезными знаниями в примерно 1991 году два агента британской разведки ми-6 будучи внедренными высшие органы управления ссср и рсфср разыграли трагифарс в результате которого были разрушены денежная система и система управления ссср эти два пидора барух ельцин и мойша горбачёв в результате их лицедейства был якобы упразднен госбанк ссср никаких документов официальных на сей счет не существует термин упразднения в юридическом словаре отсутствует там есть только термин ликвидация а за термином стоит прописанная законами процедура как вы догадываетесь госбанк ссср никуда не делся просто его захватила преступная банда далее его последовательно переименовали сперва в центральный банк рсфср потом в цбрф при этом до сих пор цбрф не имеет организационно-правового статуса в соответствии с требованиями гражданского кодекса рф зао ооо пао и п и тому подобное далее была разыграна трагедия с введением судного процента ставки рефинансирования которая достигала 270 процентов годовых цель этой трагедии и диверсии изъять и сжечь накопления граждан ссср тем самым преследуя целый комплекс целей но сейчас мы эту тему шевелить не будем в итоге была создана ситуация когда рубль госбанка ссср с кодом валюты номер 810 и называемый рур превратился в билет банка россии все с тем же кодом номер 810 рур постепенно эта денежная единица обзавелась кучей нулей а дальше было вот что 4 августа 1997 года президент россии борис ельцин подписал указ номер 822 в соответствии с которым 1 января 1998 года правительство центральный банк провели динаминацию рубля теперь один новый рубль равнялся 1000 старых рублей изменился и международный код рубля с рур на руб и теперь в наличном денежном обращении мы имеем валюту с кодом 643 руб мировое сообщество рф за государство не признают она признает ссср потому что за границей знает что есть только ссср единственно законное государство потому что мировое сообщество оперирует законами и международными договорами а рф это шайка мошенников а не власть которая оружием и обманом захватила и удерживает свое лидерство над гражданами могучей ссср по этой причине мировое сообщество отказалось признавать код руб 643 международной валютой нам известно что цбрф вписан в международную финансовую электронную систему документа оборота оперировать цветной необеспеченной бумагой там не хотят поэтому цбрф принудили оперировать рублями ссср с кодом валюты 810 российская федерация чемодан с двойным дном правительство рф и лидеры дочерних предприятий этой фирмы отчаянно врут гоям внутри ссср о том что ссср прекратил свое существование однако врать мировому сообществу они дрищут по этому поводу пример выдачи заграничных паспортов детям и так уважаемые любители интернета и казусов почему вам показываю паспортного образца потому что у нас возродилась возродился советский союз место рождения ребенка рожденного в девяносто девятом году как мы видим городе на стою надо но ссср вы думаете это все нет у нас есть еще другой ребенок рожденный в 2009 году и где вы думаете тоже в ссср федеральная миграционная служба рожденные в ссср многие слышали что конституционный суд рф признал правомочность паспортов ссср и гражданства ссср интриги с кодами валют рублей 810 и 643 из этой же мыльной оперы практически мы имеем внутри страны сразу два вида рублей динаминированные наличные с отмененным мировым сообществом кодом 643 и безналичные расчетные рубли с кодом 810 и это юридический факт отрицать который банк стиры в суде не в состоянии шаг 3 пишите заявление в адрес судебного пристава в произвольной форме следующего содержания получили ваше требование уплатить сумму денег в размере x рублей в погашение укажите наименование бумаги из вашего платежного требования следует что вы настаиваете на погашении долга рублями с кодом 810 однако я располагаю только динаминированными рублями с кодом 643 на основании изложенного и в соответствии с указом президента рф бориса ельцина номер 822 от 4 августа 1997 года требую принять у меня сумму денег путем внесения в кассу судебного пристава с выдачей приходного кассового ордера сумму денег в валюте с кодом 643 в размере x деленную на тысячу и выдать документ надлежащего вида с указанием что долг перед службой судебных приставов рф ною погашен полностью ваш долг миллион рублей по письменному требованию пристава дайте ему тысячу рублей и смело требуйте бумагу о погашении долга у вас абсолютная беспроигрышная ситуация судебной перспективы то есть если пристав заартачиться смело подавайте в суд на неправомерное действие все обоснования смотрите в этой статье вот так все просто что сложно проверить аналогично гасите свои долги перед банками должны 100 тысяч дайте им 100 динаминированных рублей да это работает до банкстеры паханы это прекрасно знают и нагло обманывают нас получая гешефт один к тысячи пришло время оплатить им за обман звонкой монетой справочно приложение 1 к положению банка россии от 16 июля 2012 года номер 385 п о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях расположенных на территории российской федерации устанавливают что номер банковского расчетного счета представляет собой двадцатизначное число в котором для удобства разделен дефисами в реальной практике дефисы не используются а а с 1 по 3 цифры номер балансового счета первого порядка б б 4 5 цифры номер балансового счета второго порядка в 6 8 цифры код валюты представляемый в соответствии с общероссийским классификатором валют окв за исключением кода 810 который был заменен в окв на код 643 но в структуре внутри российских счетов был оставлен г 9 цифра контрольная цифра д д д д д д 10 13 цифры четырехзначный код подразделения банка с 14 по 20 цифры семизначный внутренний номер лицевого счета в банке пример такой-то в котором 408 означает что это счет физического лица 17 бессрочный 810 валюта рубли 0 контрольное число любопытно с кодом д д д д д тоже очень интересно как правило это д д д д равно 0 0 0 0 0 что указывает на полное отсутствие чего подразделения банка и тут до обманутых граждан начинает доходить простая мысль что-то тут не так тяжело поверить в то что банки это мошеннические рога и копыта их нет они ведут на языке рф незаконную предпринимательскую деятельность факт ни у одного банка в рф нет лицензии на выдачу кредитов потому что давать деньги в рост это мошенничество преступления банки не имеют права давать нам кредиты ну и еще нужно понять что сбербанк это франшиза любой предприниматель может открыть свой сбербанк на отдельно взятой территории теоретически естественно ибо практически там своя мафия сбербанк великого новгорода и сбербанк пскова это два разных банка раз нет лицензии на выдачу кредитов то и кредитов банки нам не дают это сломает вам мозг но не банки дают кредит клиенту а клиент кредитует банк при этом если вы взяли у банка кредит на сумму 1000 рублей банк на этом тут же заработал прибыль в размере 24 тысячи рублей но это материал для другой статьи нет лицензии нет долга да и не давал вам банк кредита потому что у него нет первичных подтверждающих документов